Добрый день! Я Татьяна, и сегодня мне помогают два Андрея. Мы продолжаем курс традиционной йоги «Антистресс». Давайте мы с вами вместе вспомним, как бывает нам тяжело стоять, когда мы слышим какое-то горестное, нерадостное известие. У нас ноги подкашиваются. Почему это происходит? Потому что то, что мы слышим, отрицательные эмоции внутри создают напряжение в ногах, в бедрах, в икроножных мышцах. С помощью поз-йоги можно снять эти напряжения и сделать тело, ноги более легкими. И стрессы не будут нас так губительно уничтожать. Мы научимся справляться со стрессами в обычной жизненной ситуации. Мы всегда сможем себе помочь. Первая поза сегодня – супта-вирасана. Супта – это лёжа, вира – поза героя. Эта поза достаточно сложна, и не все сегодня смогут её сделать. Но мы поможем. Мы будем использовать дополнительные материалы для того, чтобы любой из вас мог выполнять позу вместе с нами. Приготовьте одеяло. Несколько одеял. Болстер. Положите болстер вдоль позвоночника. Мы будем ложиться позвоночником на болстер. Приготовьте под голову подушечку или ещё какие-то одеяла. Сядьте спиной к болстеру, вытяните ноги вперёд. Поза называется упрощённая поза – эко-пада-супта-вирасана. Это значит одна, только одна нога у нас будет выполнять эту позу. Согните правую ногу. Положите голень и стопу правой ноги рядом с бедром. Проверьте положение стопы и голени на одной линии. Левую ногу вытяните, удлините. Поставьте две руки на пол по обеим сторонам таза. Отведите плечи назад, направьте внутрь лопатки. Со вдохом вытяните сверх и, отталкиваясь руками, опускайте спину на болстер. Если сейчас вам трудно лечь, не расстраивайтесь. Поднимитесь и возьмите два болстера. Или возьмите два-три одеяла. Возможно, кому-то может понадобиться пять одеял. Увеличивайте высоту под спиной до тех пор, пока вы не сможете находиться в позе, более-менее спокойно, не напрягаясь. Положите под голову либо подушечку, либо одеяло сложное несколько раз. Поднимите руки назад, захватите большие пальцы рук. Вытяните руки, локти прямые. Понаблюдайте, что сейчас с вами происходит. У многих очень сильно вытягивается переднее бедро правой ноги. Возможно, кому-то просто тяжело находиться в этой позе от чрезмерного вытяжения бедра. Если это так, то увеличивайте высоту под спиной. Отпустите руки вниз, поставьте ладони, локти на пол, оттолкнитесь и ими сядьте. Вытяните ноги вперед и повторим позу Экопада Супта Вирасана в левую сторону. Согните левую ногу, положите стопу, голень левой ноги рядом с бедром. Отталкиваясь руками, уложите спину на полстер. Поднимите руки, скрестите большие пальцы рук и вытяните руки назад. Где у вас сейчас больше всего вытягивалось? Что вы чувствовали? Скорее всего, это была стопа, голень и бедро. Это как раз то, что нам нужно для снятия стресса. И сейчас мы выполним полную позу. Поставьте стопы на пол, сядьте на стопы. Теперь опустите колени вниз. Уложите голени и стопы рядом с бедрами в сторону. Поставьте руки на пол и сядьте. Сядьте на пол. Если это сложно, вы можете положить под таз, болстер, одеяло. Можете увеличивать высоту до тех пор, пока вы не сможете сидеть в этой позе. Отталкиваясь руками, скругляйте поясницу, придерживайте болстер и ложитесь на спину. Положите подушку, одеяло под голову. Поднимите руки, захватите локти. Закройте глаза. Постарайтесь расслабиться. Супта-вирасана. Удлиняйте вдохи и удлиняйте выдохи. Сделайте дыхание ритмичным, ровным. Приготовьтесь подняться. Отпустите вниз руки. Отталкиваясь локтями и ладонями, сядьте. Освободите ноги и вытяните их вперед. Потяните пятки от себя. И напряжение коленей, стоп и бедер вы быстро отпустите. Эта поза является позой для отдыха и для восстановления сил. Но в начале эти слова могут звучать как издевательство, потому что в позе находиться очень сложно. Мы можем видеть со стороны, нам кажется, что все очень просто. Но когда мы начинаем выполнять, мы чувствуем, что просто что-то мы не можем сделать. Настолько жесткое наше тело. И помните, что жесткие забитые мышцы – это следствие, это показатель жесткости характера. Показатель жесткости нервной системы, жесткости сосудов. Выполняя позы супта, позы лежа, позы на расслабление, мы делаем наше тело мягче. И настоящая сила находится в мягком и сильном теле, не в жестком. Жесткое тело – это как жесткий, хрупкий материал. Вот представьте себе чугун. По нему ударили, и он разбился. А пластичный материал, металл закаленный, он и в то же время мягкий, и в то же время сильный. Выполняя позы йоги, мы делаем свое тело мягким, сильным и выносливым. И это помогает нам справиться со стрессами. Название следующей позы – утхита паршва канасана. Утхита вытянутый, паршва – бок, кона – угол. Согните ноги в коленях. Со вдохом, прыжком поставьте стопы примерно на метр двадцать. Вытяните пальцы ног, оттолкнитесь стопами от пола и удлиняйте ноги. Поднимайте вверх коленные чашечки. Ваши ноги начнут удлиняться. Вытягивайте спину вверх, выпрямите локти, сделайте руки длинными и мягкими. Поверните стопу левой ноги внутрь на градусов пять. Правую ногу поверните всю наружу на девяносто градусов. На выдохе сгибайте правую ногу до угла девяносто градусов. Поставьте кончики пальцев правой руки на пол за стопу, левую руку поднимите вверх. Если при этом возникают сложности, вам трудно опустить руку на пол, вы можете положить под руку кирпич йоговский, либо книжки, либо стульчик. Вытяните левую руку, разверните левое плечо наружу и опустите руку над головой. Поверните голову, смотрите на левый локоть. Оттолкнитесь левой пяткой, крепче прижимайте ее к полу. Удлиняйте левый бок, левую руку. Вдох и на выдохе повернитесь, скрутите себя вверх к потолку. Со вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, правую стопу поверните внутрь, левую ногу наружу. На выдохе утхита паршва канасана. Сгибайте ногу, ставьте левую руку за стопу, правую руку вверх и опустите руку над головой. Удхита паршва канасана. Со вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, прыжком поставьте ноги вместе. Тадасана. Успокойте дыхание, расслабьтесь. В позах йоги движения, которые мы выполняем, заключают в себе весь спектр движений любого человека, любого живого существа. Это вытяжение по горизонтали, по вертикали, это скручивание, это перевернутое положение. В позах стоя и в позе утхита паршва канасана, которую мы сейчас выполняли, самое первое и самое важное – это вытяжение, удлинение. Но обязательно любая поза стоя содержит элемент скручивания. И мы с вами на предыдущих занятиях говорили, что скручивание – это позы, снимающие напряжение области диафрагмы, напряжение нервной системы, снимающие напряжение наших мыслей и наших неправильных ощущений. Сейчас мы выполним еще раз утхита паршва канасана, удлиняясь, вытягиваясь, и на выдохе мы будем разворачивать туловище, грудную клетку вверх к потолку. Встаньте в тадасану. Согните ноги, прыжком поставьте стопы на нужное расстояние. Кому-то это расстояние подойдет ширина метр двадцать, кому-то это будет сложно, поэтому вы можете ноги вначале ставить немного ближе. Поверните стопу левой ноги внутрь, правую ногу всю наружу. На выдохе согните правую ногу. Сохраните ровность, твердость вытяжения левой ноги и левой руки. Поставьте пальцы правой руки на пол за стопу, левую руку вверх. Разверните левое плечо, вытяните руку и опустите руку над головой. Первый элемент, важный элемент вытяжения. Вытягивайте левую ногу, левый бок, левое туловище и левую руку. И с выдохом начинайте скручиваться, поворачивайтесь вверх, живот, диафрагму, к потолку, разворачивайтесь, грудную клетку. Со вдохом поднимитесь. Молодцы. Поверните стопы вперед и утхита пашваканасана влево. Поверните стопы вперед. Прыжком поставьте ноги вместе, расслабьтесь. Прасорита падатанасана. Следующая поза. Прасорита расширенный пада стопа. Дословный перевод позы. Это поза наклон вперед из положения стоя. Согните ноги в коленях. Не прогибайте при этом поясницу. Со вдохом, прыжком поставьте ноги чуть шире, чем в предыдущей позе. Примерно метр тридцать. Если это сложно, конечно, не мучайте себя. Ставьте стопы ближе. И первое необходимое условие мы помним всегда, что это вытяжение, удлинение. Отталкиваясь стопами, удлиняйте ноги. Вытягивайте руки в одну линию. Поставьте руки на талию. На выдохе наклонитесь вперед. Поставьте кончики пальцев рук на пол. Удлиняйте все, туловище, весь позвоночник вперед. Теперь поставьте полностью ладони на пол. Отталкиваясь руками, опускайте локти вниз. Опускайте вниз голову. Спину. Если голова коснулась пола, передвиньте ладони к линии стоп. Со вдохом поднимите голову, выпрямите локти. Поставьте руки на талию. Вытянитесь вверх. Сделайте несколько движений стоп друг к другу. Расслабьтесь. Возможно, у вас возникли сложности с этой позой. Кто-то не может поставить руки на пол. И я думаю, что мало кто сейчас из вас смог опустить голову вниз. Не расстраивайтесь. Это вопрос только ваших стараний, ваших усилий и вопрос времени. Помните, что йога – это не спорт. Йога – это не результат для своих друзей, для своих поклонников. А это результат для себя. Мы улучшаем себя, развиваем себя. И поэтому важнее наблюдать свой собственный рост. Если вы сегодня не можете опустить голову и выполняете позы регулярно, кто-то через месяц опустит голову, кто-то через год. Но важен эффект от занятий йогой. А эффект вы почувствуете все. Еще раз прасарита падатанасана. Прыжком поставьте стопы на метр тридцать. Поставьте руки на талию. На выдохе наклоняйтесь вперед. Поставьте пальцы рук на пол. Если это сложно, поставьте под руки кирпичи или книжки. Всю ладонь поставьте на пол. Руки должны быть активны. Помните, что первое в позах – это вытяжение. Вытягивайте ноги и руки. Отталкивайтесь ладонями, опускайте голову, спину вниз. Переставьте ладони к линии стоп. Не сгибайте колени, иначе ноги потеряют вытяжение. И поза потеряет смысла. Со вдохом поднимитесь. Поставьте руки на талию, вытянитесь вверх. Сделайте несколько движений стоп друг к другу. И стопы вместе. И теперь мы переходим к позам перевернутым. Поза халасана. Сегодня мы эту позу будем разучивать в варианте, который позволяет очень хорошо и за очень короткий период времени восстановить силы. Очистить нашу голову, сделать ум более спокойным и более уравновешенным. Для выполнения этой позы нам нужен стул, несколько одеял и булстеров. Поставьте стул вплотную к одеялам, сложенным в несколько раз. Высота одеяла минимум 5 сантиметров. Эти одеяла необходимы для безопасности шеи. Будьте осторожными. Если вам страшно выполнять эту позу, мы ее заменим на другую. Не держите стул, когда вы будете подниматься в позу. Будьте внимательными и посмотрите сначала, как выполняем позу мы. Ложитесь так, чтобы голова лежала на полу. Плечи на одеялах, ближе к краю одеял, примерно на сантиметра 3-5. Опускайте руки вниз, придерживая руками таз, поднимайте колени, ноги и опустите ноги на стул. Положите на стул верхние части бедер. Плечи, предплечья опустите пассивно по обеим сторонам туловища. И расслабьтесь. Если вы подберете правильную высоту стула, вам легко будет находиться в позе. Ваш позвоночник будет просто висеть. Начинайте выполнение этой позы со временем минута, полторы. И постепенно научитесь ее выполнять 5 минут и больше. В позе халасана постепенно меняется ритм дыхания. В начале вы заметите, что дышим мы животом и диафрагмой. Это напряженное дыхание, не полное. Но расслабляясь, дыхание становится более полным. И дышать вы начнете верхними частями легких. Приготовьтесь выйти из позы. Будьте внимательными, не держите стул руками во время выхода. Иначе он может упасть на вас. Отпустите руки вниз. И мягко, осторожно отпускайте вниз ноги, отпуская спину вниз, позвонок за позвонком. Расслабьтесь и побудьте какое-то время так. Отодвиньте стул руками. Повернитесь направо, сядьте. Позу халасан не должны выполнять девушки в критические дни. И не должны выполнять люди с проблемами шеи и щитовидной железы. Следующая поза – скручивание на стуле. Уберите одеяло в стороны. Сядьте правым боком к спинке стула. Крепко прижмите стопы к полу и колени друг к другу. Повернитесь вправо, поставьте руки на стул. Оттолкнитесь руками, помогая себе вытяжению вверх. Теперь оттолкнитесь руками, чтобы втянуть лопатки. Со вдохом вытягиваемся вверх. На выдохе поворачиваемся вправо. Со вдохом вытяжение вверх, с выдохом поворот. Со вдохом вытяжение вверх и с выдохом еще раз поворот. Повернитесь вперед и поменяйте в сторону. Бхара-два-джасана на стуле. Вдох и поворот. Сейчас мы выполним позу лежа на кирпиче. Научитесь лежать на кирпичах, и вам станет легче. Вы научитесь улыбаться, научитесь расслабляться даже в самых трудных ситуациях. Возьмите кирпич. Кирпич мы положим под лопатки и под позвоночник. Вот так. А если сможете, то вот так. Садитесь на пол, вытяните ноги вперед. Возьмите кирпичик и поставьте его так, чтобы нижняя грань кирпича начиналась на уровне лопаток, нижних частей лопаток. Отталкивайтесь руками, опускайте вниз спину, передвигайте кирпич на нужное место и положите его под грудной отдел позвоночника. Под голову положите подушку, либо одеяло, сложенное в несколько раз. Отведите руки в сторону, повернув их ладонями вверх. Потяните пятки от себя и уроните ноги. Расслабьтесь. Закройте глаза. Понаблюдайте, что происходит в физическом теле. Но, скорее всего, вы заметите изменения там, где лежит кирпич. Жесткая часть позвоночника – это причина нашей сутулости. Это грудной отдел позвоночника. Кирпичом расправляется и выталкивается вверх. Оставайтесь так, мягко, спокойно, ровно. Приготовьтесь выйти из позы. Откройте глаза. Оттолкнитесь руками и сядьте. Потяните ноги вперед. То, что мы сейчас выполняли с вами, является прекрасным средством для снятия жесткости. Обратите внимание после занятия, как ходят люди. Встречные вам люди, ваши друзья, ваши знакомые. И вы заметите, что большая часть людей ходит вот так. Мы ходим сутулами. Это сжимает грудную клетку спереди. Вспомните, в плохом настроении, куда мы смотрим? Мы смотрим вниз. Плечи падают. И мы становимся зажатыми, неуверенными в себе. Занимаясь йогой, мы разворачиваем плечи. Грудной отдел позвоночника втягивается внутрь. И нам становится хорошо. Мы можем все. Сейчас поза шавасана. Поза расслабления. Есть очень хороший вариант выполнения шавасаны с бандажом на глазах. Нужно взять мягкую ткань. И когда вы ляжете расслабляться, положите эту ткань. У меня это бандаж, бинтик. Положите ее на глаза, лоб и уши. Легкое давление, которое создает эта ткань, размягчает, расслабляет мышцы головы, сосуды головы, мозг. Расслабляет глаза, снимает усталость глаз, снимает усталость и напряжение нервной системы. Это очень хороший способ отдохнуть и восстановить силы. Шавасана. Ложитесь на спину. Согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол. Оттолкнитесь стопами и уложите каждый позвонок вниз на пол. Особенно поясницу. И, сохраняя поясницу, опущенную вниз, вытяните ноги. Удлините пятки, задние части ног и отпустите ноги в стороны. Возьмите, если у вас есть сейчас ткань, бандаж, положите ее на глаза, лоб, виски и уши. Слегка пальцами рук прижмите бандаж к глазам. Отпустите руки вдоль туловища и расслабьтесь. Шавасана. Согните руки, уберите бандаж с головы. Согните ноги, повернитесь на правый бок, сядьте. Наше занятие курса «Антистресс» подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнали Симон.